Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Мы продолжаем путешествовать на Шри-Ланке в полном составе. Напомню, мы совсем недавно сюда прилетели, у нас нескольких выпусков уже с Шри-Ланки есть. Мы с тремя детьми, один малюсенький, ему только полтора годика скоро будет. Поэтому для тех, кто хочет поехать на Шри-Ланку с детьми, боится, сомневается, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики, и мы вас будем знакомить со Шри-Ланкой, именно с детьми. Сегодня мы отправимся на новый пляж, будем смотреть, покатаемся на серфинге. Познакомлю вас сегодня с нашими соседями из России, которые живут прямо над нами. Сходим на рыбный рынок, купим креветок, рыбу. Короче, выпуск максимально заряженный. Лайки ставьте, заваривайте чай, и погнали в новый выпуск. Хе-хей, доброе утро, Шри-Ланка. Сегодня была самая интересная ночь. Ох, да не потому, что мы видели каких-то насекомых или еще что-то. К этому потихоньку привыкаем, а потому что Тёма пришел ночью к нам спать. И так жарко. Еще и четвертый человек в кровати, это шесть. Потом бац, мы только уснули, приходит к нам ради он. И мы, короче, спим, начали спать как в машине. Я говорю, вы что, по машине соскучились, поехали обратно, будем путешествовать, жить в машине. И в итоге я не выдержал, потому что очень душно ночью спать. Я не выдержал, ушел к ним и какое-то время доспал. Но самое интересное, что я сегодня в 7 утра немножко видел, как здесь светает. Не видел, правда, солнца, потому что здесь постоянно все затянуто. Пока у нас проходит акклиматизация, вот так вот, видите, облачка. Я говорю, это самая классная акклиматизация, потому что нет жары, нету солнца, от которого ты загоришь нахрен. И в первые дни Шри-Ланка нас встретила, конечно, с заботой. Пока у Темки урок, я тоже занимаюсь, лечу спину. Видимо, из-за переездов поясница очень сильно болит, и я прохожу постоянно любимый курс спины, лечу ее. Мы сейчас отправляемся на пляж, который называется Beach of Bona Vista. Это спо для серферов, для новичков. И, собственно, хотим туда доехать, посмотреть. Находится он буквально в 20 минутах от нас пешком, если мы пойдем. Но мы поедем на туку-туке. Для того, чтобы так много путешествовать, конечно, лучше всего развиваться в IT. Я это делаю очень давно, и хочу сказать, что за этим настоящее и точно будущее. И когда Темка стал играть в игры в компьютерные, я подумал, как было бы здорово, если Артемка бы создал свою какую-нибудь игру, написал ее, и мы начали ее продвигать, чтобы дети всего мира могли в нее играть. И тут мы с Настенкой решили загуглить и посмотреть, какие общешколы существуют по программированию игр. Нашли мы такую школу, мы ответили буквально на 10 вопросов, и результат показал, что у Темки есть склонности к программированию. И, естественно, как папа, я сразу понял, что этот шанс нельзя упускать, и нужно дать ему возможность попробовать программировать свою игру, ну а я ему буду помогать ее продвигать. Ну и, конечно же, если у Темика получится развиваться в этой сфере, то он будет всю жизнь путешествовать, работать, создавать крутые игры, проекты, которые очень и очень хорошо оплачиваются на всем мировом рынке. Ну и как вы думаете, конечно же, мы начали обучаться в этой школе. Верхний левый угол. И там у тебя есть шарик в клеточку. Верхний левый. Да, вижу. Нажимаю. Нажимай. И да, сейчас найду русскую. Нам очень нравится, что в школе все преподаватели, молодые IT-специалисты, очень легко находят подход к ребенку и ведут занятия в игровой форме. Артему очень нравится заниматься, ему очень сильно интересны. И, конечно же, мы получаем огромное удовольствие от того, что он будет не просто играть в игра, а еще и изучать язык программирования и сам создавать. И вот Темик уже создал свой первый проект. Во, такую сойдет. В общем, я тоже рекомендую вам обязательно пройти бесплатный пробный урок со своим ребенком. А также специально для вас я выпросил промокод, по которому вы получите целый месяц бесплатного обучения. Если вдруг решите познакомить своего ребенка с миром IT, ссылочка есть в описании. Переходите, вводите наш промокод и пользуйтесь. IT – это профессия будущего. Вот это дела, прикиньте, мы уедем на Грэйзи-бассе. Вот это поворот. Сейчас вам покажу, как внутри дела обстоят. Оооо, вот это да. Как бы Настенька не боялась, заставила. Дети счастливы. За проезд мы отдали 200 лир за нас всех. Господи, Ропи, нас много. Я думаю, что еще полмесяца у меня будут лиры, но это Ропи. Вот он пляж и вот он океан. Класс. Здесь еще большой рыбный рынок, но на него лучше ходить вечером. Чувак приготовился уже выходить, видимо, выпрыгивать на ходу. Не знаю, как у нас это получится, но по крайней мере он остановился и нас всех погрузил в этот автобус. Дождался, когда я последний зайду, а после этого мы поехали. Пойдемте, 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 пойдемте. Так, 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 так. Все, выскакиваем отсюда. Спасибо. Так, все, выскочили. Буквально 5 минут и мы здесь. Радюш, нам сюда. Здесь, кстати, прямо такая инфраструктура неплохая. Есть уже огромное количество всяких ремонтов сервисов, вот палаток. Движуха, в общем, здесь. ну вот мы на пляже вот пожалуйста серф-спот для новичков здесь видите даже как получается пляжа то особо то и нету несложно прямо так вот спрыгивать детки купаются взрослые тоже но учатся здесь ученический спорт а вот там пляж пошире оба мы взяли бунгало две штуки правила такие что если в кафешке что-то заказывать что бунгало будет бесплатно ну и конечно сейчас возьмем одну доску так вот темка уже прибежал взяли доску 500 рупий час сейчас будем снова ставится ай вон радюшка так это тёмку сносит залетая ой теплющий океан вон мирочка полюбил так доску взяли на час за час нужно всем накататься покататься о по о какая были серп это вообще классно так тема все сейчас будем ждать волну вот стать волна идет вообще какая козырная тема стой ой 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 фух да жесть оба вот так все готов все ждем волну сейчас и темка будет вставать говорю встаешь значит встаешь вставай блять оба медали медали едет как проехал много вот так вот у меня этот пол лишь зацепился за руку чуть руку мне не оторвал красота красота вот Order все вот это гигантской апросто волна вот серферы на опыте ныряют сразу под нее потому что накроет сильно так все ждем вот на этой пене сейчас поедешь готов вставай не получилось к доске плыви сразу залазь быстрее залазь волна идет но нарастающая сейчас будем пробовать готов вставай чуть неправильно встает поехал пацан поехал настя молодец смотрите прям до берега и вот это кайф сейчас на стенку отправляем так все отправляем насеньку давай вы сейчас мама насенка катается так как будто это и и ой какая волна идет ой сейчас настен под него подвалу ой молодец видите я сказал подвалу и настенка бригад ой ой сейчас сми несет ой настенка гриби 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 быстрей гриби вставай вставай ой ой молодец давай 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 чуть-чуть чуть-чуть поздно вставай катай 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 гриби ой 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 смотрите чё хватает давай давай гриби гриби быстрее вставай вставай ооо молодец Чуть-чуть! Смотрите, какая махина! Насён, давай ещё кати! На пене поедешь! Греби, греби! Мирошка вместе! Пока такой ливень начался, Славян один катался, да, там? Нет! Офигеть, вообще! Просим? В общем, у нас начался ливень, Славик катается. Вот видите, как катается, там еще классно, такие волны! Мальчишкам заказали ботат, и он вот с таким соусом шикарным, вообще очень вкусно, немножко перчик, но вкуснота! В Мирошке ботат вообще зашел! Да, Мирошка? Девчонки там под дождем, а я выходить не хочу! Волны просто жесть! Куда едет Славян? Дождь фигачит! Вот, посмотрите, какая волна! Я не знаю, наверное, я вам даже не смогу это передать через камеру! Ой, мама мия! Офигеть! Славика не видно даже! Ого, чувак встал, красавчик вообще! У-у-у! Ой, как классно! У-у-у-у! Обалденно просто! я тебе сейчас дам сынок меня разок перевернула и видите плавниками дернула все сейчас отправил насенку она где-то там уже в океане я тут пока значит серфил девчонки он на пятак и руки что тут на ели короче кокосы напили вот так вот мирошка не выдержал не дождался пока нам пойдем домой уснул прямо на руках слушайте хочу сказать что после серфа такая мощнейшая усталость хочется очень сильно есть и хочется просто лечь на кровати какое-то время ничего не делать сейчас вам покажу он там вот ученики катаются их прям много не знаете они как там борщ короче у многих уже получается как тебе населый серф и несколько раз вставала короче лезет он туда подальше где прям полный метра два-три а как бы мы вот тут на метро выгоняем с пацанами пацанов больше на пене запускаю но тема вообще красавчик он тоже рожден на серфинга дай бедные наши дети жаль мне вас мучают вас родители дать его немножко вам адского трафика бланкийского как-то надо перейти эту дорогу топ-топ-топ короче еще мы прям напролом так он нам не остановился жестко кому нужен этот серф-спот вот называется сахана бич у навату не прям очень-очень но от нас удобно здесь все есть супермаркет сия фаер фут сити вот катя горит что там много всякой еды можно купить такой типа импортной знаете зарубежной как-нибудь обязательно сходим проверим вот с этими рожка проснулся какой-то грабитель у меня рюкзак ковыряет печаль ты кто где ты зачем так пытаемся поймать автобус по артемка отойди чай тёма стой артем иди сюда запрыгиваем 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 гол 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 это прозово грейси по солнце папа все я встал залез знаю как кому но мальчишкам нравится а вот он рыбный рынок но как я говорил ранее сюда нужно приходить именно вечером когда прям свежий улов когда ты приближаешься к остановке надо выходить а вот этот на потолке везде расставлены звоночки на звоночек нажимаешь и он останавливается но 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 стой стой отходи все мы вышли у нас все ну что ты туда на автобусе обратно на автобусе как тебе не так то уж и страшно вот эти автобусы грейси паса хоть они называются они считаются самыми безопасными здесь мироша настен ты смотри чтобы он не вывалился мы ушли губой мы сегодня на вещи решили чтобы рыбу рыбу есть кстати оказывается можно купить свинину свинину вот но она будет заморозки свежей не взять нигде мы можем сегодня купить свинину и просто ставить на ночь мариновать а ну может поэтому есть креветки креветки рыбу щас хоть возьмем здесь я уже показал этот рынок сейчас мы туда дойдем купим и будем жарить нас есть мангал на дачу купить уголь здесь есть wine store я покупал тогда в другом вот его почему-то нет на карте но он такой прям красивый он не с этого не за решетка это прям такой супермаркет сейчас обратно будем идти зайдем здесь вот кафешка океан красава добро пожаловать на рыбный рынок запахи кальмар продают большие креветки я не знаю как она называется здесь рыба но выглядит прикольно а ну вот посмотрите большие креветки 2 300 это на наши 100 200 300 400 450 рублей на килограмм вот это заранда 1200 рупий килограмм здесь еще продается огромный тунец смотрите вот его кусками берут от нарезают стейки и мы хотим взять тоже стоит вот нам нарезают кости настолько там мощный что видите палкой специальным вам вам а вот эта рыба это марлин это это тунец мы берем а это как называется которого города грубо говоря здесь 800 грамм 900 с копейками рупий короче заболтались и прошли уже обратно мимо вот смотрите вот он винстор очень добротно выглядит на самом деле прям витрины все как прям идеально так у нас тут видите профессиональный мангальщик александр так вот палки зашли купили там уголь сейчас будем разжигать надеюсь и получится я не знаю что это за деревяшки но запах у них вообще нереальный какой-то это и не эвкалипт но ты нюхаешь и нос прям простреливает представляете нифига себе пальмовые огромный тунец шикарный звук сразу а я думал креветки будем жарить в панцире а нет ребята сразу почистили потом призамариновали будет это число это конечно прикольно но вот этот кусиман тунца это просто нет так вот одна креветка мы перевернули смотрится конечно очень-очень вкусно я конечно понимаю что мы жарили но можно мы с вами в немножко посидим поужинаем быть попробуем можно пожалуйста готовая вкуснота вроде где положил чумику приятного аппетита едем на пляж искупаться с нашим уже постоянным водителем мы как следует накупались приехали уже к нам на район зашли обедать но перед этим мы поехали сняли денег и хочу сказать следующее что когда мы здесь заказывать тук-туки договаривайтесь о цене заранее вот смотрите мы от нас до пляжа у набату на обычно ездим за 400 рупий сейчас короче мы оттуда заказали обратно тук-тук приходит он говорит 700 я такой чё грики 700 новую 400 он горит но у 500 вы за том то что ладно я дал 500 но вот мне даже ребята наши соседи тоже еще рассказали говорит сразу договаривайся и прям сразу отдавай деньги потому что потом выяснять отношения сложнее а теперь про кафе дорога где находится наша вилла на стенка которая живет на нашей вилле и вот собственно кафе здесь все очень простенько это местная чайфанька здесь считается короче рестораном на готовится из-под пляжа и цены посмотреть огромное разнообразие супов 300 400 700 500 есть вот вторые блюда рис вот например стоит 600 вегетарианский короче ценники вообще но очень и очень достойные все не буду показывать например соки да то что мы постоянно покупаем по 450 руби это как бы тоже очень крутая цена чай 100 рупий ну прям здоровская нам принесли соки которые мы успешно уже выдули банановые очень крутые так что рекомендую и вот мы заказали морской суд здесь живности трынде со самом деле как много он даже видите маленькие осьминоги здесь но прям вкусный кстати он у него с чё креветки видите их много еще какое-то мясо кальмары вот-вот осьминог видишь деткам принесли супчик куриный говорят тоже вкусный а вот суп с морепродуктами вообще очень круто он насыщенный и стоит ну реально копейки поэтому кто здесь будет вдруг вот это кафе здесь оставлю локацию обязательно заходите мы сейчас рассчитаемся еще по цене расскажу вам сколько у нас в итоге получилось ну вот смотрите вышло 5 супов два из них с морепродуктами три сока все это дело на 3900 рупий это 780 рублей что такое на наши деньги я считаю что очень здорово короче как я понимаю здесь нужно есть фрукты овощи местные и морепродукты есть вот и будет прям идеальная цена смотреть какой рай я правда не значит вот это такое это мы сейчас . убили так вот покажу вам такую овощную палатку цен правда нигде нету сейчас купим я скажу насколько вышло еще берем ананас вот ананасы и здесь же сразу чистят что прям очень круто вот там чистят видите потому что иначе у нас мачете нету . купить красный банан у красных бананов нету ну и вот финишная цена тысяча 900 рублей пока мы покупали овощи фрукты немножко не дым выключили свет микро стали в магазине вот заодно хочу вам рассказать что сейчас происходит на шри-ланке со светом в том году здесь творился просто от вырубали на 15 часов на 18 часов всем было все равно потом местные подняли бунт потому что ну на самом деле так жить нельзя это полнейшее издевательство сейчас выключают свет очень лояльно на часочек два дня пока мы здесь находились вообще не выключали а сейчас выключают и вот получается на часах 5 вечера по местному почти 5 вот в 5 по идее должны включить конкретно здесь я так и не понял какое расписание но в целом больше часа не выключают бывает на 40 минут выключают и это как бы не мешает абсолютно никак поэтому есть у вас работа интернет обязательно все такое то вы сможете смело приезжать но учитывайте что один час вы посетите без света я думаю что это не критично на этом буду завершать данный видеоролик надеюсь вам понравилось на самом деле совсем скоро мы будем отправляться в путешествие по шри-ланке будем ездить на какие-то достопримечательности у нас просто есть небольшое дельце которая нас пока тормозит нужно как-то подготовиться читаем всякую информацию увидите уже в следующем видеоролике пока на самом деле после дороги после таких сложных перелетов после всех стрессовых моментов которые у нас были в турции мы сейчас просто отдыхаем и наша основная задача это просто ходить на океан и наслаждаться утром в обед вечером мы там постоянно ну и конечно же вся семья познакомилась серфингом и это замечательно все влюбились все друзья мы если не поставили в самом начале лайк обязательно прямо сейчас нажмите палец вверх так как это очень нас поддерживает напишите их комментарий поддержку канала если не сложно сделать репост в свои социальные сети также напомню что все важные ссылочки есть в описании к этому видеоролику а также не забывайте подписаться на яндекс дзен на группу во вконтакте там выходит совершенно другой контент на дзене настенка пишет посты пишет статьи и они очень интересны ем всем пока до нового выпуска